Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В муниципалитете отметили вклад Ассоциации ветеранов военной службы «Перспектива». Переоценить роль этой общественной организации на территории Ленинского городского округа невозможно. В детских лагерях провели День светофора. Это замечательное мероприятие пройдет опять же с целью привития у детей безопасного поведения на дороге. В парке Сосинки прошел поэтический вечер, организованный движением первых. Там обрывы над темной водой нависли, можешь думать, и камешки в воду бросать. Память о подвигах отцов и дедов они сохраняют и передают следующим поколениям вот уже 25 лет. В Ленинском округе отметили вклад в ветеранов военной службы «Перспектива». Подробнее расскажет Инга Янчук. За вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и в честь 25-летия общественная организация «Перспектива» во главе с Василием Сафроновым была награждена почетной грамотой. От имени главы Ленинского городского округа передать слова поздравления с юбилейным годом создания общественной организации «Воинов запаса». Сегодня переоценить роль этой общественной организации на территории Ленинского городского округа невозможно. Общественная организация «Перспектива» осуществляет свою деятельность с 1999 года. Создателем стал инициативный житель Видного, офицер запаса Василий Сафронов, который собирал военную историю города. Так возникла комната воинской славы, где собраны снимки солдат, воевавших в Чечне, Афганистане и в зоне СВО, отдавших жизнь за родину. Организация 25 лет назад создавалась моим отцом и единомышленниками. Есть то, что нельзя забывать, есть то, во что нужно вкладывать душу. Помимо истории, которую хранит организация «Перспектива», она оказывает поддержку военнослужащим и их семьям. Супруг Нины Максимовой погиб в Афганистане при исполнении воинского долга. Ассоциация военнослужащих более 20 лет оказывает Нине поддержку. Люди приходят, и тут у них приемные дни, и за советом приходят, и за поддержкой. Они никогда ни в чем не отказывают. Вот насчет этого спасибо им огромное. В настоящее время ассоциации объединяет около 150 человек. Члены общественной организации проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Инга Янчук, Евгений Бех, Ольга Садовская, Видное ТВ. Адрес объекта недвижимости в Подмосковье можно получить с помощью регионального портала Госуслуг. Для этого необходимо подать онлайн-заявление. Сначала нужно перейти в раздел «Земля и стройка», «Ввод в эксплуатацию» и «Оформление прав на объект». Выбрать опцию «Присвоение адреса». Ответ поступит в личный кабинет в течение шести рабочих дней. На данный момент уже более 740 тысяч раз жители региона воспользовались данной услугой. Напомним, адрес можно присвоить дому, квартире, офису, участку, машиноместу. Перед подачей заявления проверить его наличие у объекта недвижимости можно на сайте Федеральной информационной адресной системы. В начале августа традиционно отмечают Международный день светофора. В этом году дорожному фонарю исполнилось 110 лет. Как отметили день рождения светофора в детском лагере «Колобок», узнаете в нашем сюжете. В этом году в детском оздоровительном лагере «Колобок» отдыхает около 50 детей. Для них подготовлена насыщенная летняя программа, в том числе и такие познавательно-развлекательные мероприятия, как день светофора. В нашем дошкольном отделении всегда ведется колоссальная работа по обучению наших воспитанников правил дорожного движения. Педагоги используют различные формы обучения. Для организации подобных праздников руководство детского лагеря привлекает сотрудников госавтоинспекции, совместно с которыми они проводят активную работу. Проводятся мероприятия, посвященные празднику, посвященные дню рождения светофора. И сегодня это замечательное мероприятие пройдет опять же с целью привития у детей безопасного поведения на дороге. Для лучшего усвоения информации ребята участвовали в конкурсах, играх и эстафетах. К празднику присоединились сказочные герои – светофор и зебра. Ребята, а вы знаете, что у моего лучшего друга светофор светофорича сегодня день рождения? Такие мероприятия помогают детям лучше осознавать возможную опасность на проезжей части и формируют у них правильное поведение при переходе через дорогу. Люди на пешеходном переходе либо на велосипеде проезжают, либо на самокате. Иногда на зеленый, иногда на красный. Чтобы не было хаоса на дороге и чтобы машины переходили на свой цвет, а пешеходы на свой. Педагоги и сотрудники госавтоинспекции надеются, что полученные знания помогут детям стать более ответственными участниками дорожного движения. Инга Инчук, Евгений Бех, Ольга Садовская, Видное ТВ. Активисты местного отделения движения «Первых» провели в парке «Сосинки» поэтический вечер. В рамках творческого мероприятия учащиеся видновских школ смогли со сцены прочитать свои любимые стихотворения. Какие произведения интересны юным жителям Ленинского округа, расскажет Наталья Буслаева. Ведущим и организатором мероприятия в парке «Сосинки» выступил участник местного отделения движения «Первых» Матвей Долтов. Такие поэтические встречи Матвей устраивал и в театральной студии, где занимается сам. Теперь решил выйти на большую сцену. Есть еще острова одиночества мысли. Будь умен и не бойся на них отдыхать. Там обрывы над темной водой нависли. Можешь думать и камешки в воду бросать. Принять участие в поэтическом вечере могли ребята из школ и творческих студий округа. Отозвались люди, действительно нашлись ребята, которым интересна поэзия, которым нравится выступать на сцене, которые ждут возможности снова и снова попробовать себя в амплуа актера, показать свои таланты миру. «Мне еще отроду нет угоду», – Ягненок говорит. «Так это был твой брат. Нет братьев у меня». Со сцены звучали стихотворения поэтов Серебряного века, басни и, конечно, творчество Александра Сергеевича Пушкина. Для выступления школьники могли выбрать свои любимые произведения, которые ближе всего отражают их чувства. Я выбрала стихотворение «Здравствуйте, сосновые леса». Знаете, педагог, с которым я разбирала это стихотворение, она читала это стихотворение карельским лесам. И она так горела этим стихотворением, мне так нравилось всегда, как она рассказывает. И я тоже прочувствовала это, то есть я съездила, посмотрела как там, и я прям вот, ну знаете, вот наши русские леса, вот это вот эмоции, которые я бы хотела передать, вот все в этом стихотворении. Стихотворение немного меня отображает, так скажем, и мне удается это стихотворение передать те эмоции, те действия, которые чувствует данный мальчик, который всем пытается помочь. Я люблю сказки и выбрала стихотворение у Каморя, потому что она выглядит как сказка и стих. «Самое интересное, что там колдун несет богатыря, и мне очень интересно, как в башню попал волк». Алиса Пахомова занимается в театральной студии «Волна». Стихотворение Эдуарда Осадова «Подруги» в данный момент ярко отражает ее жизненную ситуацию. Мне оно очень понравилось, потому что оно также подходило под то, что я сейчас переживаю, и мне оно очень понравилось и показалось интересным. Каждое выступление чтецов зрители, пришедшие в этот вечер в парк, встречали бурными аплодисментами. А для ребят это прекрасная возможность показать свой талант широкой публике. Организаторы постараются проводить такие встречи как можно чаще. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok